Я надеюсь, что было принято решение пригласить представителей компании «Кулакомор» в случае, если у депутатов есть вопросы именно по качеству установки и по качеству самих непосредственно малых архитектурных форм, можно будет задать вопросы непосредственно представителю этой организации. Сейчас мы выиграли аудицион непосредственно по установке малых архитектурных форм по городу Болоково. На данный момент, согласно контракту, нами на территории города Болоково были установлены 201 лавочка, 151 урна, 33 вазона и полусфера 8 штук, согласно контракту. Все оборудование, установленное нами, соответствует техническому заданию аукционов. Также нами была проведена дополнительная работа, не включенная в аукцион, которую мы сделали за свой счет. А именно, первое, произведена окраска всех урн за свой счет, заменена часть полусфер на полусферы с закладными деталями, произведена замена урн на нескольких адресах на урны классом выше с фактурной поверхностью натурального камня, которые уже не требуют окраски и у которых увеличен срок годности до 20 лет, не менее 20 лет, срок эксплуатации. Были установлены на некоторые адреса вставки для урн, которые не включены в техническое задание. Также было установлено несколько дополнительных лавочек сверхконтракта. По самим лавочкам была произведена доработка креплений и заработаны декоративные вставки, которые скрывают крепеж, улучшают эстетический вид оборудования и также усиливают конструкцию самих лавочек. Также, в свою очередь, хочу напомнить, что по гарантийному сроку данным контрактом он составляет 3 года. Работаем по Волоковскому району далеко не первый год и мы всегда идем навстречу заказчикам, мы всегда соблюдаем гарантийные обязательства и помимо этого очень часто оказываем постгарантийное обслуживание своего оборудования уже соответственно также за свой счет в негарантийных сроках. По ходу установки очень хотелось бы отметить такую сложность с жителями именно по организации мест установки, которые не могут на месте договориться о точном расположении места оборудования. Это очень сильно увеличивает сроки самого этажа. На 25 округ в этом году мы выписали 51 лавочку, они будут установлены у каждого подъезда, поэтому большое количество жителей имеет возможность оценивать качество. Там стоят и другие лавочки, которые поступали в предыдущие годы. Вот качество тех лавочек гораздо выше тех лавочек, которые поступают в этом году. Претензии какие к лавочкам этого года? Слабо покрашены, слабые припления и действительно очень много стучков. Когда на лавочке садишься, они прогибаются. Последняя жалоба жителей была именно сегодня утром, когда после нашей встречи вы начали эти лавочки проразить по соответствующим адресам. Они сравнивают их с другими лавочками, соответственно, делают вывод о том, что такие лавочки им не хотелось. По поводу гипса, действительно, люди жаловались, они отказались от этих лавок, от урн. Мы написали соответствующее письмо в ДХБ для того, чтобы поменяли эти урны. Жители категорически отказались принимать эти урны. Мы заказывали урны со вставкой. Эти вставки будут доставлены на ваш округ на следующей неделе, согласно этого прямого контракта. И эти вставки, они не вошли в основную аукционную документацию. Я хотел бы напомнить о том, что у нас изначально позиция была Совета депутатов. Именно такая, чтобы желательно и нам бы хотелось работать с нашими местными производителями. Мы собирали рабочую группу с участием местных производителей для того, чтобы они, скажем так, рассказали депутатам, в том числе, о той продукции, которую они производят. Были, к сожалению, негативные опыты именно в прошлом году тоже с заключением контракта с фирмой, которая, к сожалению, потом, ну и сейчас по факту, да, она пропала, практически обокротилась. И были какие-то недоработки с их стороны, которые потом будут очень тяжело найти концы для того, чтобы исправить эти недоработки. В данном случае у нас контракты выиграли компания, которая все-таки относится к местному нахождению Балакова. Также, помимо этого, контракты выиграли и наши среднеспециальные учреждения. Поэтому все-таки есть надежда. Я так думаю, что если какие-то недоработки будут, и в рамке гарантийного обязательства, которое вы озвучили в размере, в длительности, в три года, это будет вами выполняться, потому что мы надеемся, что местные нас никуда не покинут, не бросят. Если будут какие-то замечания у депутатов, тоже хотелось вам рекомендовать на оперативное взаимодействие непосредственно с нашим советом депутатов и с каждым депутатом. Ну и второй момент, который я хотел бы тоже отдельно подчеркнуть, все-таки на будущее, если вы хотите работать тоже с нами, с советом депутатов, здесь как бы работа должна быть более плотная, потому что, повторюсь, вопросы, которые сегодня возникали, они возникали именно потому, что, скажем так, не все специалисты, которые могут увидеть нюансы и какие-то детали, которые вам, возможно, виднее.